Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 1 октября. Блогер из Перемиса. Бессонов Алексей Борисович. Я не ожидал, что мой пост про вопросы, которые можно задавать так быстро. Уже 20 вопросов поступило. Я готов что-то ответить. Давайте начнем по порядку. Как поступают, как-то будем отвечать. Итак, друзья мои, давайте начнем. Я немножко одену очки, потому что у меня зрение в последнее время. Итак, первый вопрос, друзья мои. Сибирский винокурс спрашивается. Интересно было бы про курс послушать ваше мнение. Друзья мои, вы знаете, тут сложно что-то говорить, но тем не менее есть факты, которые, мне кажется, заслуживают внимания, которые я, так сказать. Ну, во-первых, после того, как новая газета опубликовала фотосинемки американской лодки, которая прибыла в Норвегию в порт, ФСБ там проводило обыски. Я знаю людей, я видел этих людей, я даже много знаю некоторых из них, кто эти обыски проводил. Поэтому действительно было ФСБ. И, значит, что там вызывает доверие? Какие факты вызывают, так сказать, бесспорное доверие? Первое. Что действительно была какая-то лодка, которая тоже, как некогда, пострадала и ушла в Норвегию, в доке встала для ремонта. Второе. Что генеральный прокурор в это время получает звание Героя России. То есть это ни за чем, что ему дали за что-то. Третье. Есть информация о том, что в этот период приезжал директор ЦРУ. Два раза приезжал. В событии 1903 года он приезжал. И после Курска. И привез якобы, называют цифру разную, от 15 до 27 миллиардов долларов Путину за Курск. Тогда бюджет был 40 миллиардов. Потому что полбюджета привез. Тогда якобы эта информация. Вот, собственно, три факта. И четвертый факт, что подняли не весь нос, не всю лодку, а нос оставили. Подняли только основной корпус, а нос, куда якобы было пропадание торпеды, его оставили на дне. Может быть, поэтому и получил Героя России генеральный прокурор, что он понял сложность политического момента и не стал самовываться копать и, так сказать, устанавливать истину по данному уголовному делу. Ну, как вариант, допускаем. Значит, что там происходило? На мой взгляд, какая версия заслуживает внимания? О том, что... О заговоре военных. Был не заговор. Понимаете, вот, друзья мои, в те 90-е годы шел процесс полный разворовывания. Да. И, конечно, руководство флота, в том числе и контрразведки военной, оно принимало самое активное участие в распродаже, допустим, кораблей, танков, имущества, которое проходило вот в эти годы, проходило по всей стране. Ну, Михалков уже показывает, как наши крейсера продавали по стоимости иномарки, да, за там 100 тысяч, 200 тысяч долларов, так и так далее. То есть, в этом было замешано все руководство и контрразведки, и военно-морского флота. То есть, коррупция достигла того периода, так сказать, когда фактически стала угрожать безопасность. А какой лучший самый, так сказать, способ для вербовки, для решения каких-то вопросов с иностранными, иностранных специальных служб, это коррупция. На этом всегда ловили наших дипломатов, ловили наших сотрудников, фамилии заказницы девочки, и ченч, продажа, контрабанда, что-то ввозят, что-то перепродают. То есть, поэтому, конечно, я думаю, что генералам докладывали, что в районе учений присутствует подводная иностранная подводная лодка. Но то, что они не приняли никакие меры по этому вопросу, это, мне кажется, очевидно. Да, поэтому то, что было торпедирование лодки, это возможный такой вариант, что умышленные американцы торпеды и пустили и протаранили лодку. А лодка моряки в ответ, может быть, пошла на таран. Такой вариант я тоже не исключаю. Поэтому и корпус поврежденный, американская лодка, ушла в Норвегию. То есть, моряки, может быть, действительно проявили героизм, пошли на таран лодки. Такой вариант я тоже не исключаю. Значит, теперь что? Ну, вы понимаете, когда Путин становился президентом в те годы, в 2000 году, вы же видите, что Запад целиком играл на его стороне. Туда там премьер-министр Великобритании ходил с ним в Мариинский театр, показывая всему миру, ребята, это наш, это преемник Ельцина, это наш и так далее. Но для американцев, в общем-то, так сказать, угрозу представляли в этом флоте, на этом районе. Я так понимаю, что вот эта лодка представляла, так как она только-только была введена в строй, наиболее маневренная была, наиболее, так сказать, внесла наибольшее количество ракет боеспособных, и они решили ее, так сказать, что называется, убрать. Да? Но коли он, это наш человек, коли Ельцин был агентом ЦРУ, Путин, так сказать, его преемник, то он это все проглотил, он обязан был проглотить. А взамен ему дали полбюджета страны, привезли ему, ты закроешь свои социальные программы, и, возможно, он вынужден был идти на это, да, может быть, вынужден был согласиться с гибелью лодки, с торпедированием лодки, для того, чтобы получить вот эти вот свои 20 миллиардов, для того, чтобы заткнуть бюджеты, потому что, ну, там ничего не платили, там был полный колс-хаус. Может быть, такой вариант тоже не включают. А то, что генералы знали, что лодка будет в районе и так далее, да, они знали, но, может быть, им дали понять, им дали намекнуть, что, так сказать, без паники, без действий, без самодеятельности все будет так, как будет. Поэтому, возможно, они должны были проглотить эту пилюлю, пилюлю, и, так сказать, так мы потеряли лодку, потому что, ну, это большая политика. Да, поэтому в политике бывает все. Потом, вы не думайте, что в наши времена чем-то отличаются от тех, которые жил Шталин. В этом вопросе интересно было, вообще, историю пишут потом историки, да, многие, так сказать, ангажированные, многие пишут, так сказать, на заказ, получая деньги, занимаясь политической конъюнктурой. В этом вопросе всегда интересны, интересны свидетели событий. Вот, если интервьюжить Сталина после войны, в конце войны, по-моему, или после войны, я не помню, где американцы, говорили, с его спрашивать, «Наверное, самое тяжелое время для вас было, это когда немцы стояли под Москвой». Он сказал, «Нет, вы знаете, самая тяжелая ситуация была с коллективизацией, которая проходила в стране». То есть, понимаете, вот он непосредственно участник этих событий, он понимает, о чем он говорит. То есть, вот тогда действительно, когда шла борьба группировок, контрепартии и так далее, так называют троцкисты, там, левая, правая оппозиция, вот тогда действительно, видимо, ситуация была намного сложнее, чем даже в годы войны. И его можно понять. Поэтому в данной ситуации все не так просто, и политика не бывает никогда простая. В простых времен там никогда не было. Просто мы, так сказать, не все слышим, не все понимаем, не все, так сказать, и так далее. Поэтому я не скучаю возможности, что с Курском происходила именно вот такая ситуация и так далее. Следующий вопрос, спасибо. Друзья мои, Григорий Усынин спрашивает меня по поводу полковников и передачи военной ревью на радио Комсомольской правды. Ну, кстати, они неплохие дядьки. Он давно служил уже, он журналист же военный. Ну, по крайней мере, он знает, о чем говорит. У него имеет представление. Конечно, они плохо и не знают работу специальных служб. У них есть определенные ограничения. Я чувствую, что администрация президента над ними просматривает, приглядывает, они не могут, так сказать, все говорить, как есть и так далее. Но, тем не менее, они знают, хоть, по крайней мере, они имеют представления, что такое армия, как, так сказать, происходят те или иные процессы. Но сказать о том, что они глубоко посвящены тематике, я не думаю. Тем более, например, здесь структуру и систему работы и взаимодействия внутри спецслужб они не знают. И в этом ничего страшного нет, но, в принципе, они же журналисты по профессии, по основному. Ну, по крайней мере, они эту тематику знают и легче ориентироваться. Нормальная передача, и, мне кажется, надо послушать, и у них есть своя аудитория. Я тоже там часто звоню, правда, они меня сейчас не пускают, потому что в администрации президента дали команду, чтобы меня все равно не пускать. Ну, что ж, поделаешь, в такие времена. Спрашивают под ником, так сказать, непонятным. Царь не настоящий, не настоящий. Ну, я слышал эти разговоры о том, что Путин умер, что, так сказать, тут, что надо сказать, вы знаете, есть факты. Ну, о том, что, конечно, не всегда на экранах появляется Путин, это понятно, это связано с вопросами безопасности, да, когда в Федеральной службе охраны, страна 9-й управления, там есть определенный штат сотрудников, которые гримируют, которые специально набирают под охраняемое лицо. Это делается в связи с безопасностью, да, чтобы не тем маршрутом повести. Бывают какие-то переговоры срочно и секретные идут за рубежом места Родины, и в это время показывают его двойника там издалека и так далее. Как правило, когда издалека показывают, то это не Путин. Поэтому я не думаю, что это его подменили, а то, я думаю, что, скорее всего, это вольно есть. Просто иногда пускают не Путин, а двойника из ФСО в силах стратегической безопасности. Это может быть опасность, так сказать, связи с визитом, связанной с информацией на покушение, может быть, какие-то секретные переговоры он ведет за рубежами Родины. Поэтому, а что касается Ельцина, вот тут интересное событие. Есть письмо, об этом пишет Мухин, яков Летчиков письмо. Оно зарегистрировано даже в государственной думе. Я проверял, действительно, это письмо. Они пишут, что после операции Ельцина, они вывозили какой-то труп, гроб какой-то в Германию. И в самом деле была она Ельцина, ее дочь. Что это было, я, наверное, никто не объясняет. Поэтому я тоже слышал версию, что Ельцин не пережил операции. Есть правда-неправда, я не знаю. Сказать трудно, но то, что письмо летчиков от этого месяца, чтобы они везли, так сказать, какой-то гроб и так далее. Я вот такую информацию слышал. Кого берут в спецслужбы там? Ну, вы знаете, да всех берут. Если вы, так сказать, не дурак, физически здоровый, нет ограничений, несудимый. Ну, сейчас, понимаете, раньше все-таки в КГБ была какая-то система, не то что отбора, но были определенные требования. Во-первых, мальчики шли туда служить уже после армии. То есть, фактически, большая разница, что какой-то минимальный опыт жизненный у него, он уже присутствовал после армии и так далее. Во-вторых, блатных там было, ну, процентов, может, 15-20. Да, остальная масса-то была, так сказать, нормальная. Армии, сам, все что-то. Все равно мальчик должен, молодой человек должен какие-то усилия прилагать сам. Одно дело, когда его за ручку привели. Да, у нас вот сейчас вот таких основных. Его привели, он сам, ну, чтобы он где образование высшее получил-то юридическое. Он не понимает, куда он пришел. Его там провели, так сказать. Он пять лет там дурака отвалял. Жил в Москве в квартире, там, все-таки, тусовался по клубам. И потом ушел с дипломом, он как сын потушил, с ФСБ, ушел в банк, сейчас министр. То есть, ну, это вот такая публика в этом сейчас. А когда человек сам все это проходит, так сказать, да, у него появляется характер, появляются зубы, ну, так сказать, агрессивен становится и так далее. Вот такие люди должны служить. Почему? Потому что, ну, в общем-то, хороший человек, это не его профессия. Он должен приводить в чувство, в том числе и руководство, губернат регионов, генералов и так далее. То есть, у него такая должность, такая профессия. Но, к сожалению, эту систему развалили, и это совершенно очевидно. Поэтому, к сожалению, там сейчас такой приятный плотной куток. И это все началось, я помню, когда в Севцинские времен, когда потоком дети администрации глав, они поняли, что в как бы неплохое образование юридическое, там, неплохой профессорский состав, и они детей вместо МГУ, МГИМО начали посылать туда, к нам учиться. Ну, и фактически система эта была разрушена. Ну, почему? Потому что начальники курса, я помню, они даже ругались, что я на них качать не могу. У них там папа этот, мама этот, это, мы этот, и так далее. А, в общем-то, в Севцине должны быть все равны. То есть, он должен так же отжиматься, быть пол, получать по морде, бегать в самоходах и так далее. Ну, к сожалению, вот такие времена мы переживаем. Я прошел, как положено, весь путь, как положено проходить, никакого блата у меня не было. Я рассказывал уже на эхо Москве, что мой папа, ну, кстати, умный был мужик, но пил. К сожалению, у него вот эта русская болезнь, он умер от алкоголизма очень рано. У него по пару годов было, он умница был умный, но, к сожалению, пил. Причем пил за больно, да, и меня воспитала бабка одна, поэтому я, мне, в жизни не надо было гражданиться. Я, так сказать, сам, сам себе был предоставлен всю жизнь, и, что называется, как он Тегасовский пил. Часть зачатия, я помню, не точно, значит, памятник на Бога, когда я был ночью, порочно, 9, ну, это вот как раз, ну, не то, что про меня, но, тем не менее, я всю жизнь делал сам, поэтому, я не знаю, что такое жить по блату, у меня таких, в общем, счастья такого, к счастью, не было. Значит, Фридрих Юпорасате спрашивает, ходят на итоге информации о том, что строят лагеря в этом, лагеря в Сибири и так далее, что это такое. Ну, я не знаю сказать, я такую информацию не слышал, но я думаю, что идет просто модернизация системы исполнения Казани, и тюрьмы решили убрать от больших дорогах, может быть, разместить систему исполнения где-то в тайге, в лесах и так далее. Может быть, строят новые тюрьмы, для которых отвечают требованиям безопасности, потому что, ну, в городах, все-таки, понимаете, это своеобразный контингент заключенный, и в случае каких-то социальных прогрессий, безусловно, ни одни из первых принимают участие во всем этом, а должны находиться не в изоляции, вдалеке от этих ситуаций. Ну, и, как правило, вокруг теории очень нездоровая обстановка всегда складывается в больших дорогах, в мафии и так далее. Преступность вещь очень серьезная и очень опасная, поэтому, может, это продиктовано вопросами безопасности. Да, друзья мои, Иван Грятинников спрашивает про военное ревью полковников, но я уже отвечал, что, в принципе, нормальные люди, компетентные, они, по крайней мере, понимают, о чем они говорят, они военные журналисты, ну, многие темы, они понимают поверхностно, как журналисты, но, по-моему, они с вами вместе, передача интересная. Друзья мои, блогер Голос за груди, спрашивает про подготовку в КГБ, что там, какие-то тесты специальные. Да не, ну, друзья мои, ну, конечно, есть там, есть СД-сные дисциплины, оперативные психологии, в гипнозы вводят, все. Ну, это, понимаете, это, в общем-то, какими-то там сверх качествами вас не могут там наделить, которые, так сказать, вы посмотрите насквозь человека. Нет, ну, просто, как есть ознакомительные, но это входит в систему любого высшего образования, ну, в том числе специфического чекистского образования, как вести переговоры с этими, с похитителями, как, так сказать, выстраивать отношения с людьми. Ну, это вносит ознакомительный характер, каких-то там универсальных механизмов, которые бы были, работали, так сказать, на всех, так сказать, в случае жизни, их нет. Это вносит ознакомительный характер, есть кафедра специальной психологии, оперативная психология. Она, так сказать, позволяет многие вещи, но она не является универсальной, понимаете. Она является просто вносит ознакомительный характер во всех разведательных школах. Я думаю, что и у американцев, и у американцев, и у американцев по ничем не отличается. То есть совокупность знаний дает результат, а какая-то одна отработанная методика и так далее, она не является универсальной. Такая дисциплина есть, как дисциплина, безусловно, и в гипнозы вводят, и методику построения диалогов, подходов, и так далее. Вот что-то есть, безусловно, в любой специальной службе. Друзья мои, ну человек и закон спрашивают про Росгвардию. Но, видите, Росгвардия это как бы прообраз, насколько я понимаю, прообраз внутренних войск. Задачи стоят, так сказать, борьба с массовыми волнениями, с массовыми беспорядками. Ну, в принципе, этим занимался МВД. Понимаете, ну такое ведомство есть, безусловно, так сказать. Чем оно отличаться будет принципиально от МВД и системы исполнения оказания, я не знаю. Я не понимаю, откровенно говоря. Почему? Потому что, ну, да, создали, причем там численно 200 тысяч, это достаточно серьезно. Подождение, но на них, на нем возглавлю возложенные обязанности внутренних войск. По сути дела, это внутренние войска. Ничем, ничем принципиальным от внутренних войск эта организация не отличается. На мой взгляд, не факт, что он и так соответствует действительности. Ну, еще раз вот голос за грудиной спрашивает, почему КПРФ проголосовала за поправки, за пенсионный закон, а за сам закон нет проголосовала. Ну, это естественно, потому что поправки, они все-таки улучшали положение пенсионеров, а закон они принципиально, поэтому они проголосовали, они справедливы, разумны. А за сам закон они действительно не голосовали, они протестуют против этого закона. Но, в принципе, от них же там ничего не зависит. Нижняя палата большинство, конституционная большинство у единой России, поэтому как будет голосовать КПРФ в США на роли большой мира. Георгий из Грузии спрашивает, как вы к войне 92-го года в грузинской относитесь тогда? Или что-то рассказать? Нет, очень хороший вопрос, очень серьезный вопрос, кстати. Я вам хочу сказать, что там что происходило в те годы, понимаете? Когда Горбачев начал вот эту политику экономическую, по сути дела тогда же с Горбачевым была реализована реформа Косыгина-Либермана, когда, так сказать, ну, Горбачев, вы понимаете, это вот пустое место. Человек пришел после, так сказать, пятилетки похорон. Понятно, что та, как просто КПСС, проспала политическую реформу в стране и так далее. Ну, и вот он начал эти реформы, да, причем они были непродуманы, они были абсолютно, так сказать, какие-то такие, знаете, метания было такое, знаете, истерическое. И вот, и начались центробедные процессы в республиках Советского Союза. Да, кстати, американцы очень здорово вот эту ситуацию работали над ситуацией. Ведь «Голос Америки» и «Свобода» они вещали на радиостанции тех народов, которые жили на территории Советского Союза. И они били самые, так сказать, что называется, уязвимые точки, да, на Карабахский конфликт. Они освещали, так сказать, начинные 70-е годы, вот эту ситуацию, так сказать, конфликтом Карабаха с Азербайджаном. И советские конфликты, и национальные конфликты, они как раз начались по тем точкам, по тем трещинам, да, которые были, которые, так сказать, вот, что называется, расшатывались в сети время. И тогда, вот, руководство ЦК КПСС приняло решение, тогда в национальных республиках создавались вот такие вооруженные полубандитские формирования, да, с целью воздействия, то есть физического на активистов, воздействия под народных фронтов. То есть там было, как бы, такие две силы. С одной стороны, ЦК КПСС и Горбачев Яковлев запускали этот процесс разрушения, с другой стороны, КГБ давали команду, чтобы они создавали вот эти структуры, для того, чтобы они, так сказать, на тех вот лидеров национальных фронтов, кто эти процессы запускал, давили, да, то есть он такой игру, такой очень хитрую вел игру, да. И естественно, что силовики, как силовики, они обязаны этим заниматься. И они создавали, они создавали, ну, понятно, что, например, Базаев пошел в четырехмесячные курсы, вот, на базе, в Палашихе, на базе ГРУ, да, и учили за новому делу, в гентурной работе, так сказать, да, вот они собирали комсомольцев Кавказа всех там, и обучали всем этим нюансам, и Базаева запускали, так сказать, запускало КГБ, он эти курсы прошел, потому что даже, допустим, мину установить, ведь он уже знает, как взрывателю, как-то, так сказать, растяжку поставить, там, как допрос произвести, опрос скрытно, там, как тайник заложить, это все, надо учить, и поэтому он эти курсы проходил, и КГБ создавало, так сказать, вот, и я вам рассказывал, что в те годы уголовный розыск писал в ЦК большие петиции, что, говорит, мы не можем ничего сделать, фактически организованная преступность Кавказа, она никому не подчиняется, то есть, нельзя воздействовать, мы, говорит, их арестовываем, вымогателем, а их выпускают по заданию КГБ, то есть, тогда Горбачев играл, как бы, на два фронта, с одной стороны, Яковлев запускал вот эти все национальные фронты, народные фронты, которые говорили о независимости, и критиковали КПСС, а с другой стороны, по линии КГБ, они создавали структуры, которые бы занимались, занимались, так сказать, противодействием всему этому, ну, в том, что при помощи, видимо, убийств, там, и так и так далее, то же самое, что сегодня делают, делают ребята Кадынов, да, та же самая схема работает, то есть, для чего, а может быть, даже для того, чтобы, если вариант с национальными движениями не удастся, да, то начать гражданскую войну, да, при помощи вот этих вот структурах-то и так далее, то есть, мне кажется, что идея была, скорее всего, идея была такая, что Советский Союз должен развалиться по национальным республикам, разбежаться, и они вот к этому вели, вели очень тонко, грамотно, на их взгляд. Ну, вот так, поэтому гражданская война, это как раз война из той истории, то есть, вот эти вот формирование, там были вот сплеск национальных движений, да, которые выступали за отделения, там, помните, все это было, а вот эти вот вооруженные, вооруженные группы вооружения, полубандитские формирования, которые курировали, КГБ, кстати, все это дело с болезнью Пятого управления, они как раз, так сказать, решали там свои проблемы, а когда Союз вырвался, рухнул, то эти ребята остались без контроля, они уже начали просто бандитизмом заниматься, пошли процессы уже неуправляемые, поэтому вот те конфликты, да, национальные, которые разгорались на окраине Советского Союза, они в Москве все разорвались, вот это совершенно очевидно, поэтому, так сказать, КГБ играло свою роль определенного противовеса, да, сталкивало, с одной стороны, лидеров национальных движений, запускал яковлево, с другой стороны, КГБ их контролировало под помощь, так сказать, и так далее, вот вы послышали, мне вопрос задает, что похожая секторная, как эту проднившую систему, она рухнет полностью, хотя ничего она не рухнет, дело в том, что я уже говорил, что времена в политике никогда простыми не бывают, да, бывает просто, так сказать, что до нас недоволен, нам, можно сказать, определенные схемы, а политика, она всегда очень грязная, очень сложная, игры очень сложные, сложные, сегодня они ничуть не сложнее, чем развивались в 30-е, и в 40-е годы, после смерти Сталина, поэтому ничего страшного нет, ну, еще раз про курсов спрашивают, почему скрывают, что наши ее потопили, ну, еще раз говорю, не наши потопили, да, просто генералы играли свою роль, они дали возможность, мне кажется, сбить эту лобку американскими торпедами, то есть в этом плане, это были одно из условий, видимо, застой, в общем, Путин 20, 20, там, от 15 до 20 миллиардов долларов на бюджет, ну, такая вот такие вопросы, спасибо за вопросы, я, что смог, осветил, спасибо, Ваш Бессон, спасибо, Лисович. Спасибо.